Приветики всем моим косметоманчикам! Сегодня я расскажу вам немного о своих покупках уходовой косметики и покупках гигиены. Первое, с чего я начну, это вот такая паста Cool White. Пока у меня еще есть остатки предыдущей пасты, я, пожалуй, ее допользую. Я про нее уже рассказывала, такая водянистая, ни о чем. Холки-то у меня тоже на данный момент не в фаворитах, и поэтому я решила попробовать вот такую пасту. У меня когда-то была паста с гелем, несколько тюбиков подряд, она была классная. Это отбеливающая паста, которую я, в принципе, зарекалась не покупать, но, как всегда, я меняю свое мировоззрение и мнение очень часто. Буду пользоваться ей, когда закончится предыдущая. Упаковка очень красивая и слизана с Кулгейта. Следующее, это вот такое мыло. Посмотрите, что случилось с моим дегтярным мылом, которое я недавно показывала в своих покупках. Оно очень сильно растрескалось, оказалось, что оно очень сильно сушит кожу для мытья головы, как средство от перхоти, оно тоже не подходит. Это просто какие-то выброшенные деньги оказались. Ну, руки мыть, после этого мыла руки просто отвратительные, сухие, хочется намазать их кремом, окунуть в жир, в масло. Это мыло я как бы не рекомендую. Тем более, запах настолько специфичный, что приучить остальную семью к этому запаху, это сложно. Нравится только мне. И вот я купила мыло, которое пахнет безумно приятно, пьюти-соп, киви и ацерола. Что такое ацерола, я не знаю, но запах жвачный, мягкий, приятный, не слащавый, не конфетный. Мне очень понравился запах, и я буквально забрала последняя стрелавка. Мыло такие стандартные брусочки. Судя по всему, без содержания крема, запах очень нравится, классный. И сейчас поговорим про гигиену. Это вот такие мои прокладки. Здесь еще половина. Я всегда покупаю про запас. Тем более, в этот раз они были по акции. Вот новые запечатанные еще. В женские дни я всегда пользуюсь или тампонами, или вот такими ежедневными прокладками. Я люблю их меня часто. Обычные прокладки я не использую никогда, потому что я не понимаю, как можно сидеть просто в мокрой и мягкой луже. Это отвратительно. Тампоны подходят только тем девушкам, у которых нету никаких воспалений, никаких проблем. Ни в коем случае не рекомендую пользоваться тампонами, если вы или не уверены в своем здоровье, или давно не посещали гинеколога, или у вас есть уже какие-то нарушения, проблемы, о которых вы уже знаете. Тогда вам нельзя использовать тампоны и менструальные чаши. Менструальные чаши это вообще такой отдельный вид женских штучек, о котором я бы хотела поговорить. В последнее время очень много узнала информации об этом средстве гигиены. Это такая чаша, которая вставляется наподобие тампона, и ее можно будет стерилизовать, и можно использовать, как говорится, на протяжении целых пяти лет. Просто одна мысль об этом отвратительна. Возвратительно, как можно... Допустим, вы находитесь на работе, или вы находитесь в кафе, и вот неприятно вам будет знать, что можно менять через 12 часов. Не менять так же часто, как тампоны и прокладки. Но вот захотелось вам поменять, или что-то протекло. Как вы это сделаете? Не в домашних условиях. Без возможности простерилизовать. Плюс, огромный минус, это цена. Потому что ту цену, которую я видела, просто понятно, что она окупится через какое-то время. Но если это вам не подойдет, это будет настолько жалко выброшенные деньги. Я не пробовала, но я не рекомендую. Обязательно соблюдайте средства гигиены, и всегда ухаживайте за своим лицом и телом. Обязательно смотрите мои другие ролики, и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. А если подписаны, то я вас очень люблю, и ставьте лайк. Всем пока!